Что каллиграфия делает с мозгом? Как известно, наш мозг работает всегда, чем бы мы не занимались. Разница лишь в том, какие его области в этом задействованы и каким из них осуществляется приток крови в этот момент. Все в мозге происходит за счет установления и разрывания нейронных связей и в процессе занятия письмом морфогонез этих связей идет быстрее, их становится больше. Между прочим, кровообращение в разных случаях может увеличиваться до двух с половиной раз. Но у мозга есть важная особенность – он работает только по востребованности. Если вы будете бегать по утрам, то улучшите только кровоток и состояние в двигательных областях, которое управляет вашими конечностями. Вы будете прекрасно координированным человеком, потому что в тех областях нейроны погибать не будут, зато во всех остальных будут. Мозг работает по простой схеме. Какие области нагружаете, туда кровь и приливает. При занятиях каллиграфией включается такое количество нейронов, которое с другим способом подключить невозможно. Поэтому такие сложные формы деятельности, как каллиграфия, крайне редки. Начинают формироваться не просто отдельные области мозга и большее количество нейронных связей, но и интеграция между разными его областями. Центр письма находится на стыке нескольких областей мозга, связанных с координацией движения рук с обеих сторон, движением глаз, шеи и головы. Он выполняет интеграционную функцию и играет колоссальную роль в развитии и даже восстановлении после нейротравм. В чем уникальность каллиграфии по сравнению с другими занятиями? В других занятиях, где задействована мелкая моторика, нет смыслового содержания. Каллиграфия – это единственная деятельность, где смысл, выраженный словами, заставляет организовать мозг таким образом, чтобы занять его свои когнитивные способности, предсказание результата, пространственное осмысление и физическое воплощение. Таких игрушек больше нет. Для комплексного развития мозга важны не просто движения рук, которые есть и у других интеллектуальных занятиях, например, шахматах. Нужны тонкие и точно координированные движения. Эксперименты показали, что именно при тонких движениях включается множество полей, в том числе на медиальной зоне мозга. Это очень полезный центр, который связывает рассудочное мышление, что мы определяем как осознание, когнитивные способности и лимбический инстинктивно-гормональный центр. Эта зона связи между ними и ее активизация крайне важны. Именно поэтому дети, написав чистенько страницу и не допустив помарок, испытывают такое райское наслаждение. В этой задаче предполагается результат и огромное количество нейронов, задействовано на грани гормонального и рассудочного в мозге, дает им ощущение наслаждения. В Японии сотрудники некоторых компаний занимаются в обед каллиграфией. Для этого приглашается специальный учитель. За счет таких тренировок и увеличения нейронных связей у человека повышается вероятность инсайта, озарения, более эффективного принятия решения. Но для этого нужно заставлять мозг работать и лучше, если при этом создаются непростые задачи, такие как каллиграфическое написание. Почему каллиграфия полезна детям? У детей занятие каллиграфии влияет на скорость созревания нейронов и их специализацию. Когда они учатся, как раз идет активный нейрогенез. Работает это так. Возникает нагрузка на области мозга, увеличится кровоток и либо восстановление идет быстрое, либо нейроны дифференцируются активно в тех областях, которые задействованы. По-другому этого не бывает. К сожалению, те дети, которые все время увлечены компьютером, так и остаются на минимуме нейрональной дифференцировки. И последствия этого очень печальные. Есть такой интересный пример из мира животных. Над одной из разновидностей моллюсков проводили эксперимент, показывающий разницу в развитии в обогащенной или обедненной среде. Такая же среда существует и у наших детей. Если рассмотреть, например, тех, кто занимается каллиграфическим написанием и тех, кто предпочитает все время проводить за компьютером. На моллюсках эти процессы лучше видны. Нейронов у них мало, можно сосчитать по пальцам. Мало и самих синапсов, то есть связей. В ходе эксперимента одного моллюска посадили в белый пустой контейнер и кормили до отвала. Другого посадили в контейнер, где камни, сучки и коряги. Сложная среда, где нужно самому добывать себе пищу. Через некоторое время исследовали головные гангалии этих простейших существ. И оказалось, что у второго теперь почти в два раза больше нейронных связей. С каллиграфией такая же история. Ее можно назвать противодействием отупенению, которое приводит к разрушению личности. Каллиграфия это и есть тот редкий случай, обогащенной среды, в которой связаны работа сознания, мелкомоторики, прогнозирование результата, личной и языковой памяти. Поэтому ее можно рассматривать как инструмент воспитания и развития детей. В разных странах эту идею успешно реализуют в школах и университетах. Например, во время привилегированных школах в США есть обязательное занятие чистописанием час в неделю. В Китае у студентов развивают организацию мозга и дисциплину с помощью письма. На эту тему проводилось исследование в Американском университете Вандербильта. Сравнивали результаты по разным дисциплинам у двух групп студентов. Одни учили каллиграфии, других нет. В первой группе успеваемость повышала на внушительные показатели от 50 до 80%. Похожие опыты проводили и в Вашингтонском университете с учениками 2, 4 и 6 классов. Результат учеников, которые учили излагать свои мысли в тексте, написанном от руки на занятиях по каллиграфии, показывали результаты на порядок выше остальных. Почему каллиграфией может заниматься не каждый? Для того, чтобы у человека в жизни появилась хоть какая-то способность, нужно, чтобы соответствующие зоны мозга хотя бы присутствовали и были развитыми. Специализированные поля любой доли коры головного мозга являются основой индивидуальных способностей к письму, а для каллиграфии нужна еще и развитая раззрительная и моторная координация. Исследования показали, что индивидуальная изменчивость полей лобной области у разных людей может достигать многократных различий. И речь здесь идет не о 10 и даже не о 50%. Размеры этих полей могут различаться в разы. Поэтому один может быть каллиграфом, а другой нет, в случае, если эти поля особо маленькие. В каждом школьном классе наверняка найдется ребенок, с которым сколько ни работы, писать он не будет или не сможет. Ведь если представить себе процесс каллиграфического написания с точки зрения работы мозга, мы сразу увидим, насколько он сложный. Даже чтобы написать хотя бы одну букву, надо прежде всего знать, как она пишется, представить ее в голове, сцепиться с соседними буквами и написать осмысленный текст из пяти слов. Это и вовсе огромная задача, которая подразумевает когнитивные предложения, построение прогноза осмысленного текста, а потом и его виртуозного исполнения. Здесь важно понимать, что у нас в природе и в человеческой жизни нет другого такого дела, чтобы были интегрированы и осмысления, и сложнейшая моторика, и память, и точнейшая координация всех этих систем. Чтобы у ребенка все это заработало, его нужно учить писать. Это самый верный способ заставить дифференцироваться нейроны. Ведь все эти 100 тысяч связей не берутся с потолка. Как и в каких количествах правильно заниматься каллиграфией? Если вы хотите использовать каллиграфию в лечебных целях, то сначала, конечно, нужно пройти минимальный курс 2-3 часа в неделю на протяжении полутора месяцев. Например, просто чтобы вас научили, как это делать. Дальше вы вполне сможете прибегать к этому от случая к случаю, и эффект будет. Особенно это будет полезно тем, кому трудно сосредоточиться или работать с долговременными проектами. Более того, занятие каллиграфией особенно полезно в зрелом возрасте. Многим людям в преклонные годы уже сложно вести активный образ жизни. Поэтому интеллектуальные упражнения, сопряженные с тонкой моторикой и осмысленным письмом, здесь особенно актуальны. Отличный способ сохранить свой мозг и избежать диминации.